Современная антология поэзии русского слова – большая филологическая работа всех тех, кто связан со словом и его рифмованным осмыслением. Все представленные в сборнике произведения разные по своей тематической направленности и целевой аудитории. И это большой результат на пути сохранения и популяризации современной литературы. Порадовали наши брестские авторы. Они, пожалуй, впервые попали вот на такой хороший уровень. И, слава Богу, что прошли такой отбор, оказались в достойной антологии. И это очень хороший задел на будущее, это и поддержка, и мотивация того, чтобы русскоязычная поэзия развивалась в нашем регионе, не только в регионе, в Беларуси в целом, чтобы продолжались вот эти хорошие традиции преемственности. На презентацию антологии были приглашены авторы, чьи произведения вошли в новую книгу. Этот культурный диалог, уверены организаторы, должен быть продолжен. Причем взаимодействие и сотрудничество могут развивать не только сами авторы-поэты, но и педагоги-словисты, изучающие и преподающие каноны стихосложения в школах и вузах. Я думаю, что встреча должна дать толчок для того, чтобы с каждым, кто вошел в эту антологию, мы потом смогли встретиться здесь, на территории российского центра. К слову о последнем. И педагоги-словисты Брещины уверенно держат высокую творческую планку, активно участвуют в международных конкурсах. Так, навстречу была приглашена очередной обладатель Пушкинской премии, учитель средней школы номер 28 Наталья Дернова. Ее работа, в которой педагог делилась своим видением того, как сохраняется память о Великой Отечественной войне, вошла в число лучших, что было приятной неожиданностью. 529 учителей из разных уголков мира постарались раскрыть заявленную тему, но лучше всего это получилось у учителя-брещанки Натальи Дерновой. Здесь просто мысли вслух, даже не соревнования, а просто мысли вслух, что автографы победы, они бывают разные. Слово – это не просто набор букв. Слово – это образ мышления, это чувства и эмоции, уверены участники встречи. Слово дарит миру новый взгляд на давно существующие вещи, а еще оно создает рифмованную симфонию – рассказ о том, что сегодня актуально. Творческая же встреча должна послужить хорошим началом большой совместной работы, которая позволит сделать белорусскую русскоязычную литературу более популярной, доступной и интересной.